Здравствуйте, говорит и показывает Казахстан. В эфире главные новости. Я, Луа Китигенова, и мои коллеги готовы рассказать о самых важных событиях среды 11 октября. Смотрите первые и узнаете первыми. И сначала коротко о том, что мы покажем сегодня в выпуске. Опасные сети. За то, что я с тобой живу. Он в одночасье лишился целой семьи. Жена попала в секту, уехала, прихватив с собой двух несовершеннолетних детей. Концы в запутанной ситуации искала Шолпан или Усизова. Топливный кризис. Нам это непонятно, что это мешает. Почему в стране не хватает бензина? Кто создает этот дефицит? И как рассчитывается стоимость автомобильного топлива для регионов? Ответы на волнующие всех вопросы искала Эльмира Ишмухаметова. Ее материал уже через несколько минут. Наркотики на 100 миллионов. Одну из самых крупных партий экстази за годы независимости изъяли сотрудники департамента КНБ. Кадры спецоперации не пропустите далее. Во взоре тревожных новостей Бахэтгуль Окасовой. Наша страна располагается в двух часовых поясах. Начало 9 в Астане и на большей части страны, а на западе на час меньше. Спаслись чудом в небе над Казахстаном могла произойти новая трагедия. В Уральске совершил экстренную посадку самолет с поврежденным корпусом и без шасси. Чрезвычайной ситуации едва не стоило жизни трем людям. Сейчас на месте происшествия работает специальная экспертная группа. Команде первого в Казахстане удалось узнать все подробности героической посадки поврежденного суда, а также услышать первые версии причин случившегося. Смотрите далее в главных новостях. Нурсултан Азарбаев объявил выговор министру энергетики Канату Базумбаеву. Ситуация с бензином снова стала самой обсуждаемой и злободневной темой. Пока одни собирают топливо буквально по каплям, другие под шумок зарабатывают. Сразу четыре крупные автозаправочные станции уличены в ценовом сговоре. Проблема с бензином в Казахстане повторяется ежегодно, но никак не решается. Депутаты мажориста парламента обратились лично к премьер-министру и требуют пояснить, почему внятных ответов нет даже на уровне правительства. Выяснила Эльмир Ильич Мухаммедова. Депутаты мажориста парламента. Бензином, которая уже накалена до предела, отнеслись некоторые казахстанцы. Видеоролики быстро распространились по социальным сетям и мессенджерам и стали популярными. Парадоксально, что в нефтедобывающем Казахстане рынок постоянно лихорадит. Только за 2017-й цены на топливо поднимали уже три раза. И так едва ли не каждый год. Почему не работают системы оценки рисков? Антикризисные планы и программы, о которых так любят говорить члены правительства. Уважаемый Бахаджан Абдирович, принятые вами меры организационного характера, надеемся, повысят ответственность уполномоченных органов за системные провалы в работе. Однако, даже если всех чиновников уволить, в принципе, эту ситуацию пока не меняет, потому что общество не получает ответы на злободневные проблемы сегодняшнего дня. Полностью закрыть внутреннюю потребность казахстанские нефтеперерабатывающие заводы не могут, поэтому рынок зависит от поставок дорогого российского бензина. А теперь, когда НПЗ на плановом ремонте, топлива недостаточно, а повышать долю импортного бензина невыгодно. Но почему мы тогда отказываемся от строительства четвертого НПЗ? Депутаты недоумевают. Нам это непонятно, что это мешает, потому что, во-первых, это было поручение президента. Мы считаем, что строительство четвертого НПЗ, он повысит конкуренцию. Мы же живем в рыночной экономике. Если бы у нас была плановая экономика, как это было при Советском Союзе, тогда можно было, конечно, направлять какие-то потоки бензина из сопредельных стран. Но этого не происходит. Мы до сих пор находимся на бензиновой игле. А некоторые, что называется под шумок, решили заработать. Ценовой сговор между четырьмя владельцами крупных автозаправочных станций в Павлодарской области выявило антимонопольное ведомство. На имеющие старые запасы они переориентировали свои цены и уже накрутили более высокую маржу, чем получили дополнительную выгоду для своего предприятия. Общая сумма налогаемого штрафа составляет более 40 миллионов тенге. Как на дрожжах цены на топливо растут и в западно-казахстанской области. За литр бензина здесь просили 200 тенге. После того, как тему подняли журналисты, в области начали проверку. Вот сегодня цена упала до 180 тенге. Почему цены повышают? Может, кто-то специально накручивает? У нас здесь много безработных. Сейчас, в этот непростой для топливного рынка период, кажется, пришло время немедленных и решительных действий. Лемир Ишмухаметова, Талга, Таханов, Астана, Павлодар и Западно-казахстанская область. И прямо сейчас коротко о курсах на основные виды валюты цене на золото. Тенге продолжает укрепляться. Итак, американский доллар за сутки просел на 2 тенге 30 иины. Сегодня его цена остановилась на отметке 337,70 евро. Также подешевел, стоимость уменьшилась на 3 тенге 70 иины. Сегодня в среднем по стране единую валюту Евросоюза можно было купить за 399 тенге ровно. Российский рубль потерял 3 тенге, сегодня его продавали за 5 тенге 90 тен. Курс китайского юань по-прежнему без изменений 52,5 тенге. Стоимость одного грамма золота на сегодня 13 992 тенге. Это на 104 тенге меньше, чем вчера. Скопление транспорта и людей отмечено на границе нашей страны с Кыргызстаном. Чтобы пересечь рубеж казахстанцам, пришлось ждать в очереди не один час. Сообщения об ограничении пропуска грузов стали поступать еще вчера. Тогда же появилась информация об усилении контроля кыргызскими пограничниками. Как нам сообщила пресс-секретарь пограничной службы соседней республики, с 10 октября объявлен усиленный режим в связи с намеченными на это воскресенье президентскими выборами. Мера носит временный характер. Тем временем Комитет национальной безопасности нашей страны сообщил о проведении плановой операции по всему периметру границы, в том числе и с Кыргызстаном. В связи с этим усилением досмотр лиц транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу. При этом ограничений или запретов на пересечение границы не вводили. Отечественные дипломаты призывают не драматизировать ситуацию. Спаслись чудом, простите, впереди у нас еще много важной и полезной информации. Не пропустите совсем скоро сокращение госслужащих, за что уволят 120 тысяч человек. Далее о грандиозных успехах в отечественной трансплантологии. Прямо сейчас крупнейшая партия наркотики на 100 миллионов тенге. Спаслись чудом, самолет совершил аварийную посадку без шасси. Чрезвычайное происшествие произошло в аэропорту Уральска во время вечернего технического облета. В момент происшествия на борту находились три члена экипажа. Благодаря сложной работе никто из них, а также наземного персонала, в воздушной гавани не пострадал. Были вызваны все средства спасательные. Это пожарные машины, бегачи и медико-санитарная часть. Прибыли в 19.00 сразу же, через две минуты. Из-за происшествия аэропорта Уральска пришлось временно закрыть. Для работы экспертов самолет оставили на взлетно-посадочной полосе. Оба бортовых самописца не пострадали. Их уже извлекли и передали специалистам для расшифровки. С утра находится там комиссия. Уже предварительно видно, что остатки этих птиц находятся и на лобовом стекле, и на других частях самолета. Поэтому это произошло по причине того, что стая птиц столкнулась с этим самолетом. Предварительно так, но вероятнее всего итоговое заключение будет такое, потому что это наглядно видно. И сегодня стало известно, что родственникам погибших при крушении борта санавиации 3 октября на дневную зарплату перечислили медики Казахстана. Напомню, самолет Ан-28 вылетел из Алматы в Шимкен, чтобы помочь роженице. Воздушное судно разбилось в 30 километрах от южной столицы. На борту находились 5 человек, 2 врача и 3 члена экипажа. Все они погибли. Женщина, на помощь которой летели медики, скончалась через несколько дней после трагедии. Под напряжением детская шалость на железнодорожных путях едва не закончилась смертью для 10-летнего школьника. Все подробности выясним у ведущей обзора тревожных новостей Бахатгулёк Асовой. И она уже в студии. Ребенок залез на вагон остановившегося товарного поезда близ населенного Пункта Кокса и получил мощный удар током в 27 тысяч вольт. От полученного разряда мальчика отбросило на землю. В оборочном состоянии его доставили в областную детскую больницу. Врачи уже сутки борются за его жизнь. Мальчика доставили в тяжелом состоянии. У него обширные ожоги тела. Поражено 60% кожного покрова. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Мы прилагаем все усилия, чтобы спасти пациента. Пострадавший ученик 6 класса одной из школ, находящейся рядом с железной дорогой. В момент ЧП на путях он был вместе с друзьями. Они не пострадали. Почему дети находились в опасной зоне без сопровождения взрослых не сообщается. Администрация учебного заведения от интервью отказалась. Известно, что в школе должно было пройти мероприятие, которое позже отменили. Участники в нем те самые дети. К слову, железнодорожные пути огорожены забором. Правда, есть места перехода через них. Именно там взрослые дети идут, а порой перебегают, чтобы срезать путь и добраться до дома или школы. Сейчас полицейские изучают все детали случившегося. Начато досудебное расследование по статье 344 Уголовного Кодекса. Мы каждый месяц проводим лекции по безопасности на железнодорожных путях. Сейчас будем дополнительно организовывать мероприятия в школах в непосредственной близости с ними. Невероятная история чудесного спасения. Четырехлетний малыш выпал из окна пятого этажа в Уральске и остался жив. Родители оставили мальчика одного, пока он спал. По всей видимости, проснувшийся ребенок от испуга перепутал двери с окном. Есть информация, что малыш упал на козырек почтового отделения, и именно это спасло ему жизнь. По сообщению информационных агентств, родители признали свою вину и раскаялись. В связи с этим дело на них заводить не стали. Сейчас малыш находится в городской больнице. Сейчас он находится в отделении травматологии областной детской больницы. И состояние у него среднее, поскольку у него закрыта тупая травма живота. Тревожные новости поступают. С утра из Атараусской области десятки человек оказали сопротивление пограничникам. Конфликт начался в районе населенного пункта Дамба, когда военнослужащие задержали браконьеров и обнаружили рыбу осетровых пород весом около 300 килограммов. Пока пограничники уточняли содержимое груза, на место прибыли около 30 человек. Местные жители настаивали, чтобы отпустили задержанных. Как сообщает в пресс-службе Комитета национальной безопасности, военнослужащие требовали прекратить противоправные действия. Но нарушители не подчинялись и применили физическую силу, используя подручные средства. Пограничники получили травмы и для собственной безопасности им пришлось применить табельное оружие. Они сделали предупредительные выстрелы. Известно, что повреждено оружие наряда десантно-штурмовой заставы проводятся следственные мероприятия. Крупнейшую партию экстази обнаружили у мужчины в Североказахстанской области. Спецслужбы изъяли у него 16 тысяч таблеток синтетического наркотика. На черном рынке такую контрабанду оценивают в 100 тысяч миллионов тенге. Более подробная информация не разглашается в интересах дела. А сейчас мы покажем страшные кадры, которые впечатлительным людям лучше не смотреть. Пьяный водитель сбил сразу шестерых человек прямо на тротуаре. Жуткая авария попала в объектив камеры наблюдения. Родители вместе с четырьмя детьми шли по выделенной полосе, предназначенной для велосипедов и колясок. Черный пикап покасательный задел мальчика и сбил пятерых его родственников, проехав после этого еще примерно сотню метров. Тела пострадавших буквально раскидало по дороге. Четверо погибли на месте. Еще один ребенок скончался в больнице. Ужасная авария произошла на юго-востоке Китая. Информационные агентства сообщают, что пьяного водителя увезли полицейские. При нем не было прав. Предотвратить беду в Восточно-Казахстанской области бесплатно устанавливают противопожарные сигнализации в частных домах многодетных семей, где есть печное отопление. Меньше чем за месяц в регионе угарным газом отравились 18 человек. Принцип работы прибора простой. Как только количество ядовитого вещества в воздухе достигнет опасной концентрации, датчик начнет подавать световой и звуковой сигналы. Первый такой прибор установили в доме Вероники Сошкиной. От отравления газом совсем недавно. Едва не скончалась она сама и ее дети. Только чудом все остались живы. Задвинули задвижку и потом произошел угарный газ. Сначала диземно стало плохо рвать и тошнить начало, потом мини. И вот потом у скорую вызвали и обратились. И вот скорую нас увезли все в больницу. Люди просто не догадываются о том, что затопив печь и не соблюдая требования пожарной безопасности, они получают определенные, скажем так, определенные степени отравления. То есть там легкое, среднее. Порой бывает и в тяжелое. Так как у нас из всей этой статистики за минувшими здесь уже один погибший. В этом году датчики установят в 30 дома, где проживают многодетные и малообеспеченные семьи с детьми. Три иностранца прыгнули с небоскреба в самом центре Астаны. Сообщение, что неизвестные сделали шаг с 53-этажа с парашютом и подтверждающие видео распространяют очевидцы. Отмечу, высота здания чуть больше 200 метров. Вот как это было. За необычным зрелищем наблюдали множество очевидцев. Как выяснилось позже, в экстремальных прыжках участвовало несколько спортсменов из Германии и Австрии. Они специально приехали в столицу. Подчеркну, что эта спортивная акция была согласована с Акиматом столицы. Алуа, а ты бы прыгнула с парашютом? Пожалуй, нет. Я не экстремал. Правильно. Береженого Бог бережет. И в завершении хочу напомнить нашим зрителям, если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия, можете отправлять видео и фотографии с места события на номер 8708-898-5643. Передаю слово тебе, Алуа. Спасибо, Вахатгуль. И я продолжу главные новости. Житель Алматы после 7 лет брака остался без жены и двоих детей. Супруга стала исповедовать радикальный ислам, оформила развод и забрала дочерей, несмотря на решение ювенарного суда о том, что девочки остаются с отцом. Вот уже три месяца мужчина не видел своих детей, их вывезли в другую страну. В непростой ситуации разбиралась Шалпан Елеусизова. Сабир, назовем его так, не хочет показывать свое лицо и раскрывать настоящее имя. Стыдится, что многочисленные знакомые, друзья, партнеры по бизнесу узнают о его беде. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Семейная идиллия этого мужчины длилась 7 лет. По разные стороны баррикад любящих супругов развели различия в религиозных взглядах. Она говорит, нет, я не могу, потому что я за это буду гореть в аду, и ты неверный, ты не мусульманин. За то, что я с тобой живу, я не буду с тобой больше спать никогда, потому что ты не мусульманин. Я не могу с тобой жить, иметь с тобой близость. Музыку не слушать, телевизор не смотреть, окна вечером не открывать. В дом залетят шайтаны и джинны. Вот во что превратилась жизнь Сабира и двух его дочерей. Старшую на новогодний утренник он отвел втайне от жены. Узнав об этом, она собрала вещи и ушла с детьми жить с сестрами по вере. Я хочу детям дать светское образование, чтобы они учились, чтобы они нормально развивались. Моя супруга не хочет этого. Она говорит, они должны ходить в хиджабе, я их в школу не отдам, потому что здесь школы не разрешают одевать хиджаб. В школах учатся мальчики-девочки. И была против этого. Потом был бракоразводный процесс и ювенальный суд. Сначала районный, затем городской. Сейчас Сабир в ожидании решения Верховного суда. Две инстанции приняли решение в пользу мужчины. Дети должны жить с отцом. Однако, теперь уже бывшая супруга пишет апелляции под диктовку своих новых друзей, которые без устали советуют ей, что говорить в суде. Нам вообще-то про религию лучше бы не надо было говорить в суде. Ты, если хочешь, ты даже вообще можешь молчать, просто сидеть. Адвокаты все за тебя говорят. Ну, если прям будут так сильно вопросы задавать, то надо будет отвечать, конечно. Но про религию не говори ничего. Проиграв в двух судах, бывшая супруга Сабира решила уехать с детьми на родину, в Азербайджан. Хотя и для нее, и для двух дочерей судом был установлен запрет на выезд за пределы Казахстана. Почему двоих несовершеннолетних детей выпустили за границу без доверенности отца, при том, что выезд детей ограничен судом? Ответ на этот вопрос наша редакция ждет сейчас от пограничной службы КНБ. Так или иначе, две девочки, одна из которых в сентябре должна была пойти в школу, уже три месяца находятся в глухом азербайджанском селе. Адвокаты, правда, считают эту историю совсем не сложной с юридической точки зрения. В нашему случаю применимы Минская и Кишиневская конвенции. Кишиневская конвенция регулирует отношения именно в части исполнения решений судов на территории иностранных государств. Я думаю, что он сам должен будет поехать за границу и уже сопровождать своих детей. Сабир, продолжая цивилизованным путем бороться за детей, не может понять одного. Как он упустил момент, когда жена из правоверной мусульманки превратилась в религиозного фанатика? У каждого человека есть потребность верить во что-то. Если тенденция идет в положительную сторону, значит человек в направленном пути. А если получается так, что человек агрессивен, воспринимает только свое убеждение, а других осуждает. Человек кардинально меняется, человек становится очень агрессивным, злобным. Вы знаете, даже по черту лица можно узнать их, потому что они не смеются. Конца этой истории пока не видно. Но то, что запрещенные религиозные течения неустанно вербуют новых последователей, разрушая семьи и губя судьбы, сомнений нет. Шулпан Елиусизова, Максим Шулепов и Адын Калуов. Алматы. Казахстанцы в рядах террористов. Порядка 150 наших граждан сейчас находятся в различных международных террористических организациях. И это не считая сопровождающих их жен и детей. Однако эта цифра, как сообщили в Комитете национальной безопасности порталу TodayKZ, была больше. Но часть боевиков погибла во время военных действий и еще часть сдалась в плен вместе с семьями. Только в этом году в нашей стране за участие в террористической и экстремистской деятельности осуждены 90 человек. Среди них были и те, кто ранее получил теологическое образование за рубежом. С каждым из таких заключенных проводится регулярная реабилитационная работа. И прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу, сразу после которой вы увидите. Медицинский прорыв. Впервые в Казахстане производится трансплантация родственной печени по групповой несовместимости крови. Исторический день для отечественной медицины. И еще один шанс на жизнь появился у казахстанцев, нуждающихся в пересадке органов. За уникальным процессом наблюдал Алексей Мыкатюк. Жесткие меры. Масштабное сокращение госслужащих. Работы могут лишиться почти 120 тысяч чиновников. Что толкнуло власти страны на такой решительный шаг? Подробности совсем скоро. Страшно красивые. Сразу после рекламы не пропустите жертвы модной тенденции. Каково это поменяться до неузнаваемости? Все ответы в нашей постоянной колонке. Между прочим, с Олегом Журкевичем. Вы смотрите главные новости. В российском городе Сочи проходит саммит глав страны СНГ. Первые лица государства обсуждают будущее содружество. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поднял особый вопрос. По его мнению, механизм работы СНГ пора менять. Нынешнюю встречу многие политики назвали самым значимым для содружества независимых государств событием этого года. Наш корреспондент Юлия Лосеева сейчас находится в Сочи и расскажет, о чем договорились президенты. Сочи. Город солнца самых дорогих в истории Олимпийских игр и невероятного контраста пейзажей, которые бывают, кажется, только в сказках. Вот гордо возвышаются вершины Кавказских гор. И как по волшебству, мы уже у самого синего моря. Хотя, точнее сказать, все-таки у черного. Осень? Нет, не слышали. Легко читается на лицах отдыхающих. Еще бы, температура воздуха плюс 20, воды плюс 22. Ну и под палящим сочинским солнцем сегодня можно встретить людей с головы до ног в черном. Работа такая. Безопасность обеспечивать в любую погоду. Тем более, когда прибывают особо важные гости. Тот самый момент, когда российский лидер Владимир Путин, за которым прочно закрепилась репутация всегда опаздывающего, прибыл на место заблаговременно. А потом Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин неожиданно куда-то удалились. Буквально через минуту снова попали в объективы видеокамер. Подогрев интерес и без того заинтригованных журналистов. Из президентского парада слегка выбивался премьер-министр Кыргызстана. Президент страны Алмазбек Атамбаев свой визит в Сочи отменил. По официальной версии из-за угрозы в стране массовых беспорядков. Но акцент сделали на другом. Вернее, на других. Отмечу, что президент Молдова Игорь Николаевич Дадон и президент Узбекистана Шавкат Мирамонович Нерзиёев впервые участвуют в таком мероприятии. Хочу вас, коллеги, с этим поздравить, поприветствовать вас отдельно. На повестке было почти два десятка вопросов. От расширения взаимодействия в экономике, безопасности и военной сфере до поддержки семейных ценностей. Подписали целый ряд документов. Но Нурсултан Азарбаев поднял особый вопрос. Механизм работы СНГ, по его мнению, пора менять. Меньше бумаг, больше конкретики. Конечно, нам всем хочется, чтобы в Содружестве независимых государств не было, так сказать, прицей в языцах, шутки для анекдотов, что эта организация аморфная, серая и фактически это есть встреча клуб президентов. Чтобы наше Содружество конкретизировалось более и мы решали значимые вопросы для всех наших стран народов. И внешний мир чувствовал, что это организация какая-то. Если что-то в таком составе обсудить не успели, будет еще один. Уже не дружеский, а практически братский. Президенты Казахстана, России, Белоруссии и премьер-министр Кыргызстана соберутся на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Так что, как говорится, продолжение следует. Юлия Лосеева, Рустама Бельдина, Фасель Кадырова, Сочи, Россия. А теперь о том, как мир прожил этот непростой день. Во Франции более 120 тысяч госслужащих ждет увольнение. Произойдет это не сразу, а в течение пяти лет. Таким радикальным способом президент Макрон хочет снизить расходы на госсектор и стимулировать рост экономики страны. С подобным предложением категорически не согласны сами работники. Впервые за последние 10 лет все профсоюзы госслужащих Франции организовали массовые акции протеста. В забастовках и демонстрациях участвуют учителя, врачи и служащие авиации. Из-за митингов не работают школы, отменена треть авиарейцев. Сам президент Макрон сохраняет спокойствие, заявляя, что предвидел такую реакцию и допускают, что протесты могут растянуться на несколько месяцев. Власти США, до сих пор устраняющие последствия урагана Нейт, вынуждены одновременно бороться с лесными пожарами в Калифорнии. Стихия унесла жизни 10 человек. Число жертв, возможно, еще будет расти. Режим чрезвычайной ситуации введен в округах Санома, Юба и Напа. Последний – центр производства калифорнийского вина. Там горят виноградники, принадлежащие также голливудским знаменитостям. В их числе известный режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Пожар уже признан сильнейшим в регионе за всю историю. По данным метеорологов, шансы на то, что погода в ближайшие дни изменится, невелики. В Таиланде запретят курить на пляжах. Власти страны определили 20 самых популярных туристических мест, где нельзя будет бросать окурки в песок и даже гулять с сигаретой. В список попали пляжи Патонг на острове Пхукет и Джамтьен в Паттайе. Для курильщиков оборудуют специальные места. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч бат или 1 миллиона тенге и даже тюремное заключение. Власти Таиланда были вынуждены пойти на столь непопулярный шаг. Во время последней уборки на одном из пляжей было найдено 138 тысяч окурков. Высокий спрос на картофель спровоцировал рост цен на этот овощ. Причем активные покупатели не казахстанцы, а соседи из Узбекистана. Ажиотаж с их стороны начался из-за плохого урожая. И обеспечив свой внутренний рынок, за товаром отправились к нам. Соседи буквально скупали у нас отечественный картофель в августе и в сентябре. Всего было продано около 50 тысяч тонн. В итоге небывалая торговля привела к тому, что цены в стране стремительно поползли вверх. Каждый день на 5-10 тенге поднимаются. Слухи ходят, что до 350 дойдет. Вчера было 100 тенге, сейчас уже 120 тенге. Каждый день дорожает эта картошка. 52 назад 200 тенге. Хорошая картошка 200. Как сообщил нам председатель правления Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрат Бесетаев, ранее сельхозпроизводители работали только на внутренний рынок страны. Причем свою продукцию были вынуждены продавать ниже себестоимости. И только последние два года картофелеводам удается заработать. Но эксперт уверяет, казахстанским покупателям беспокоиться не стоит. Цены будут приемлемы для всех. Людям особо беспокоиться не нужно. Но еще раз хочу повторить, что мы работаем в условиях чистого рынка, когда спрос рождает предложение. И если цена будет свыше 100 тенге у крестьянина, то к нам зайдет импортный картофель, которого в принципе достаточно для того, чтобы обеспечить внутренний рынок. И тогда цены будут в пределах 150-170 тенге, не больше. И эта цена, я считаю, достаточно справедливая. Министерство здравоохранения объявило войну завышенным ценам на лекарства. Для этого разработан специальный законопроект, который позволит регулировать стоимость медикаментов. По плану чиновников, установленная граница наценки для рецептурных препаратов начнет действовать с 1 октября 2018 года. А для тех, что можно купить без рецепта, с 2023 года. Помимо этого, в Минздраве пересмотрен и расширен перечень лекарств для бесплатного обеспечения. Причем, все это в рамках уже утвержденного бюджета. Например, для лечения вирусного гепатита С заменена дорогостоящая и менее эффективная терапия, которая в среднем давала около 60% эффективности пигелированными интерферонами, на более эффективную терапию, около 98% результат, что позволит увеличить количество пролеченных пациентов с 500 до 8 тысяч человек в год при сохранении действующего бюджета. Казахстан вошел в число передовых государств по развитию трансплантологии. Сейчас в нашей стране около 3 тысяч человек ожидают пересадки почки. Сотни нуждаются в донорской печени. И сегодня мечта многих из них стала на шаг ближе к исполнению. Лучшему опыту в проведении уникальной операции отечественной хирурги научились у специалиста из Южной Кореи. Как это изменит медицину страны, расскажет Алексей Максюк. Исторический день для отечественной медицины. Просто потому, что сегодня появился еще шанс на жизнь у казахстанцев, нуждающихся в пересадке органов. На первый взгляд кажется, что в Национальном научном центре онкологии и трансплантологии все как обычно. Под ярким светом операционной донор, пациент и предельно сконцентрированные хирурги. Но уникальность процесса в мелочах, скрытых от невооруженного взора. Впервые в Казахстане производится трансплантация родственной печени по групповой несовместимости крови. Заключается подготовка в удалении специальных антител с помощью подготовки специальными лекарствами и проведением так называемого плазмофореза. Раньше это могли делать только лидеры мировой хирургии. И то от теории к практике они перешли всего 7 лет назад. Теперь же, благодаря партнерам из Южной Кореи, подобные сложные операции станут доступными и для казахстанцев. Казахстан сможет самостоятельно делать подобные операции. Здесь созданы все условия. Есть лаборатория, которая может измерять антитела в организме человека. Есть все медикаменты для очистки антител. Только нужно соблюдать протоколы, и в будущем ваши врачи смогут самостоятельно делать такие операции. На родине доктора Ли трансплантацию органов проводят сотнями. И в каждом четвертом случае у донора и нуждающегося в органе разная группа крови. Достижения медицинской науки свели к минимуму все возможные риски. И уже через три месяца большинство из тех, кто попадал на операционный стол, возвращаются к полноценной жизни. Новая для Казахстана технология дает надежду многим гражданам, потому что тысячи людей сейчас находятся в ожидании донорской почки. Сотни нуждаются в печени. Для них медицинский прогресс является спасением, потому что ждать совместимый орган от донора приходится годами. Алексей Мактюк, Даурин Зарипов, Айбек Томбаев, Астана. Отсутствие тепла, горячей воды и протекающая крыша. Жильцы одного из домов в Актубье вынуждены жить в экстремальных условиях, строение которому несколько десятков лет может в любой момент рухнуть. Уже долгое время люди просят местные власти принять меры, но пока безрезультатно. Почему разбиралась Мария Лукпанова? На фоне новых многоэтажек эти дома выглядят заброшенными. Но это не так. Вопреки тому, что в ветхом жилье нет ни воды, ни тепла, все дома заселены. Но коммунальные проблемы полбеды. Дома в аварийном состоянии. Люди, живущие здесь, рискуют. В любую минуту они могут остаться без крыши над головой. Или вовсе остаться под обломками. Потолок еле держится, а валится, а я под ним останусь. Султан Мусакулов прожил в этом доме 30 лет. Каждый год он делает ремонт, но ничего не помогает. Сквозь потолок сочится вода, стены рушатся. Несколько лет подряд мужчина обивает пороги чиновников, просит помочь. Но до сих пор никакого решения не принято. От безысходности мужчина переехал к дочери. Я вызвал специалистов чрезвычайных служб. Приезжала комиссия и вынесла вердикт. Дом аварийный. Я собрал документы и сдал в отдел земельных отношений. Сказали, что поставили в очередь на жилье. И все. У соседей султана Мусакулова проблем не меньше. Они также стоят в очереди на жилье и просят местные власти разрешения на снос домов. Строить новые намерены сами. Боятся, что так и не дождутся положенных квартир. Каждая минута дорога и опасна. Недавно ходила узнавать насчет очереди на жилье. Я до сих пор восьмая. Ждать долго, но они не хотят входить в положение. Несмотря на то, что недвижимость легализована, земля принадлежит государству. Поэтому без признания их аварийными о сносе домов речи быть не может. Нужно техническое заключение, которое могут дать лишь лицензированные частные компании. Жильцы говорят, что их услуги платные. Наши специалисты могут лишь визуально оценить ситуацию. Это к делу не пришьешь. Техническое заключение должно подтвердить, что дома в аварийном состоянии. Хозяева должны написать заявление в Акимат. После этого будет сформирована комиссия и назначена проверка. Как нам сообщили в городском отделе по чрезвычайным ситуациям, в скором времени к хозяевам недвижимости выйдут специалисты. Возможно, тогда дело сдвинется с мертвой точки. Мария Млукпанова, Акбаян Султан Муратова, Марат Акажанов, Актобе. Далее наш выпуск продолжит авторская колонка Олега Журкевича. Между прочим, свой взгляд на актуальные события, которые на слуху и которые затрагивают интересы многих казахстанцев. Красота – страшная сила. Красота требует жертв. Между прочим, время от времени эти крылатые фразы обретают буквальные жизненные примеры. Вот и сегодня так. Здравствуйте. По новостным порталам и социальным сетям разлетается фотография трех гражданок Китая, ставших заложницами своего похода за красотой. Дело в том, что девушки из КНР полетели в Южную Корею ложиться под нож, чтобы что-то там себе во внешности подправить. И вот. Нет, это не финальный итог операции. Промежуточный. Отек пройдет, и они, наверное, будут довольны. Но прямо сейчас китаянкам не позволяют улететь домой. Дело, как вы понимаете, не в медицинских показателях. Просто сотрудники таможенного контроля не могут выпустить из страны людей, которые не похожи на свои паспортные изображения. Вот, смотрите. Сюда. А теперь вот сюда. Ну как? Похож? А если так? Насколько затянулось установление личности китайских девушек, не уточняется. Но подобный случай произошел и с испанским гражданином Родриго Альвесом. На этот раз у работников аэропорта города Дубай не сходилась картинка реальности и в документе. Три часа мужчина, перенесший больше сотни операций, чтобы стать как знаменитый кукла Кен, доказывал, что он — это он, а не ожившая пластмасска. Я не хочу сказать, что пластическая хирургия — зло. Существует множество случаев, когда по медицинским показателям именно эти манипуляции для пациентов последняя надежда вернуться к привычной жизни. Да, могут быть какие-то небольшие претензии к матушке природе. Но не перекраивает же себя с головы до ног. Для чего? Ожидаемого одобрения со стороны? Лайков? Нет, не принцесса. А кто же? Королевна. Силикон, ботокс, норковые и шелковые волоски сегодня весьма активно заполнили реальность с припиской «это красиво». Но ведь помните, небезобразно то, что естественно, о какой непринужденности можно говорить, когда явно видишь «вот человек, а вот это к нему приделано». Отдельные результаты экспериментов с внешним видом, скажу литературно, чистый футуризм. И ведь, между прочим, очень часто в итоге это вообще не про то, что теперь я суперзвезда. Вон недавно по Казахстану кастинг в большое кино проводили. В объявлении так и написали. Просим приходить без мейкапа и нарощенных ресниц. Девушки с татуажем бровей не принимаются. До свидания. И это все главные новости к этому часу. Далее эфир продолжит мелодрама «Дневник свекрови». Давайте посмотрим вместе.